Нижневартовские биатлонисты уже этой зимой смогут оттачивать свое мастерство на профессиональной площадке. Это становится возможным благодаря строительству Центра лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем. Сейчас объект готов на 60%. До завершения работ осталось чуть меньше двух месяцев. На каком этапе работы на объекте, внесенном в карту развития игры, расскажет Регина Гауфа. Работы на объекте сейчас идут полным ходом. Строители занимаются внутренней отделкой административного комплекса. Там расположатся раздевалки, тренерские, судейские. Подрядчики уже сделали основание стрельбища, смонтировали пешеходный мост, установили несущие конструкции для видеоэкранов, проложили наружные инженерные сети. Последний раз мы здесь были в конце почти июля. Прошло, можно сказать, два месяца. Видно, что большая работа проведена. Нацеливаем подрядчика на выполнение всех сроков, которые установлены контрактом. Ну и понятно, что наших коллег следить за ходом выполнения всех строительно-монтажных работ. Сейчас идут работы по освещению трассы. Ее протяженность составит 2350 метров. На ней уже насыпали две горки в 6,8 метров, которые положены по стандарту. Здесь же расположится и сборно-разборная трибуна на 244 места, которая будет оборудована и местами для маломобильных категорий населения. База отдыха «Радуга» всегда пользовалась спросом среди горожан. А строительство такого крупного здесь спортивного объекта, я думаю, еще больше будет привлекать сюда и молодежь, и детей, и жителей старшего возраста. Но сейчас мы видим, что объект строится. Такие масштабы впечатляющие. Напомню, лыжно-биатлонный комплекс со стрельбищем начали возводить в 2022 году. Проект, предложенный вартовчанами, поддержала губернатор Наталья Комарова. Кроме того, он включенный в народную программу «Карта развития Югры». Сейчас на постоянной основе биатлоном в городе занимается около 400 человек. Только в этом сезоне нижневартовские биатлонисты завоевали более 30 медалей на чемпионатах и первенствах страны. Очень необходим для наших спортсменов, для наших детей вот этот тренировочный комплекс. И включив его, как вы видите, сегодня мы уже подходим к результату. Это говорит о том, что вот та технология, когда есть команда «Югры», когда мы все вместе, начиная с муниципального уровня, кружного, федерального, она дает результаты. Завершить строительство по контракту подрядчик должен до конца ноября. Тогда же состоится и общественная приемка этого объекта. Регина Гауф и Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.